всем привет меня зовут кристина и добро пожаловать на мой канал в этом видео у нас ужасная работа которую выполняла я посмотрите что случилось покрытием это просто какой-то ужас я когда это увидела мне даже сначала поплохело потому что я подумала что у нас там проела весь ноготь но к моему великому счастью проела у нас только покрытие и как вы думаете что дело моя клиентка она всего лишь убиралась различными агрессивными химическими средствами она делала дома уборку и не надела как всегда перчатки но я думаю не секрет что наши клиенты не всегда одевают перчатки но когда я увидела этот ужас честно стало не очень даже по себе потому что мне было страшно что-то я сейчас начну снимать покрытие а в ногти просто будет дырка покажу вам поближе я сняла только цветное покрытие посмотрите какой ужас там творится начинаю снимать нашу базу к счастью здесь у нас нет никакой дырки но есть большие отслойки которые кстати в основном были на рабочей руке на нерабочей на левой руке были но не в таком количестве здесь я вам хотела показать что любой ноготок который мы опиливаем я здесь не буду ничего донаращивать сделала довольно ровный такой свободный край кое где конечно немного не хватает боковушки но здесь у нас была другая задача не знаю как моя клиентка ходила с этим покрытием но все равно раз каждый раз рассказывайте своим клиентам можете даже показать им это видео что если они работают с какими-то супер агрессивными средствами то нужно обязательно одевать перчатки потому что здесь все скажем так еще хорошо закончилась если бы могла быть кли у клиентки какая-нибудь ожог либо травма это даже могло привести к онихолизису а это но вообще не хорошо не знаю как донести клиентам чтобы они одевали перчатки но видимо нужно вот так один раз обжечься чтобы потом уже думать и делать так как говорит мастер почему это так важно потому что когда клиент увидит на своих ногтях онихолизис либо какой-то ожог он в первую очередь подумает что это от гирлака и даже когда я начала разговаривать с клиенткой от чего же это могло случиться она не сразу вспомнила что она делала и только спустя опять 10 минут моих различных вопросов мы дошли до темы что оказывается она просто убиралась и вот какие-то домашние скажем так совершенно не агрессивные средства привели у нас к такому исходу своей работе я буду использовать вот такие материалы сегодня мы сделаем однотонное покрытие укреплять ногти я буду гелем и буду использовать для лак от beauty free номер 112 очень красивый такой оттенок он с небольшим шиммером и прекрасно подходит к этим ручкам также мне понадобится две кисточки и укрепление я в этот раз буду делать гелем чтобы ногти стали у нас потверже и никак не гнулись здесь я решила использовать также кислотный праймер не знаю почему просто мне захотелось таким образом высушить ногти чтобы у нас дальнейшем не было от слоя какую как и думаю вы знаете ногти здесь очень сильно повреждены после того что случилось слава богу моя клиентка мне рассказала что ей ничего не пекло когда это все разъела она кстати даже не сразу заметила хоть уже когда до убиралась поняла что что-то не так с покрытием и проходила с этим еще несколько дней потому что была записана на коррекцию конечно же не сразу ко мне выполнила я укрепление гелем выранивание гелем и теперь в два тонких слоя буду наносить герлак очень красивый оттенок в нем очень деликатный шиммер который прекрасно подойдет в общем-то к любому однотонному покрытию у меня есть еще такой же герлак только синего глубокого цвета и могу сказать что эти цвета очень часто выбирают клиенты многие любят чтобы было какое-то деликатное мерцание даже если это по обычное однотонное покрытие все равно хочется чтобы что-то где-то блестело это кстати очень часто любят наши клиенты покрываю ноготочки топом с небольшим выравниванием топ у меня здесь от тнл без липкого слоя глянцевый вот такой результат нас в итоге получился обязательно подписывайтесь на мою группу вконтакте там появляется самая актуальная информация о тех видео которые не выходят здесь а выходят на яндекс цене пока пока